всем привет сегодня будет несколько новостей которые мы рассмотрим во первых как вы знаете у нас лаунчер от чуть-чуть обновился если у вас конечно обновление стоит галочка да то есть появляется вот такая вот штука фаб с кнопочкой с отправкой на сайт теперь здесь у нас нету никакого магазина переходим на сайт где у нас сам магазин ну и как говорится они решили все через сайт сделать но пока единственное что у нас есть от каждом приколюха нажимали сюда вы получаете мега сканы бесплатно но есть нюансы нюансы заключается в том что эти мега сканы до конца 2024 года они являются бесплатными и фишка в чем если вы скачаете вот нажимаете сюда здесь если вы войдете в аккаунт я не вошел в аккаунт из-за этого ругается нажимаете здесь на кнопочку появляется галочка что вы получили все мега сканы себе да это естественно очень даже хорошо вы получаете их но на самом деле они у вас до конца 24 далее у нас будет доступна всего лишь 1600 ассетов мега скана все остальные необходимо будет покупать либо вы скачиваете сейчас эти мега сканы и они у вас остаются всегда ваше пользование в общем вот такие вот нюансы я не знаю почему epic так решил сделать но в общем вот так вторая новость вторая новость заключается в приложении у нас есть jetbrains rider которая работает с языком c++ и sharp и так далее да то есть нюансы в том что она стала бесплатная для некоммерческого использования но к сожалению коммерческое использование у нее все также стоит определенных денег как вы видите да физические лица даже самые дешевые версия 100 150 баксов в год то есть это не полная покупка но естественно весь пак и так далее для людей принципе не знаю нужно ли это все в общем она работает с кодом и очень хорошо развивается людям очень нравится за место visual studio они используют именно jetbrains rider так ну давайте перейдем к третьей новости которая нам тоже будет гораздо интересно смотреться так переходим библиотеку и как видите да у нас есть теперь fab library которая все то что мы набирали ранее все здесь находится и появилась новый новый плагин папу и плагин который вы устанавливаете на свой движок в данном случае до начиная с 5 4 до 5 5 на 5 5 я уже поставил и зайдя движок у нас будет доступна новая кнопочка это у нас fab мы нажимаем на фаб здесь появляются все наши ассеты которые существуют на аккаунте я уже вошел и то есть мы можем просто выбрать необходимое здесь я не знаю давайте что-нибудь по сути можно взять какие 3d модельки выставим на строчках прайс бесплатно и посмотрим вот допустим я не знаю чтобы мусорные ящик установим наш проект нажимаем от the project и естественно у нас сразу экспортируется в unity такая штука уже есть ну в анреле вот только что появилась она по сути все наша модель экспортировалась сверху как вы видите есть значок fab и размер к сожалению почему-то тоже непонятно почему он такой большой видимо создатель либо увеличивал либо у нас именно экспорт произошел некорректный я не знаю но давайте посмотрим что у нас материал у нас сразу от какого-то сейчас посмотрим откуда до из плагинов вытаскивается получается материал выходит инстансом и скорее всего даже слишком слишком плохой по качеству если что это можно будет проверить выбираем шейдер комплекс давайте посмотрим хотя нет он гораздо хорошо но это при учете что здесь просто наложено даже не текстура а получается что цвет так но сейчас мы по сути можем не выходя из нашего проекта добавлять необходимые модели и у нас все будет быстренько закачиваться и можем устанавливать но скорее сюда производителя данной модели была какая-то проблема с размерами и у этой тоже если я запущусь что тумбочка у нас имеет некую величину и другую что это в общем будем смотреть и что у нас здесь тоже instance если что то есть скорее всего у этой штуки как раз таки будет проблема с шейдерами да да я же сказал то есть по сути здесь три текстуры а он уже красный вот это будет проблемой мы будем устанавливать и пересобирать материал это все что я вам хотел сегодня сказать так что всем спасибо и до скорой встречи всем пока